Севастополь – главная база Черноморского флота. В годы Великой Отечественной войны город встал на пути захватчиков. Его защитники проявляли высокий боевой дух. Желание его сломить фашисты применяли варварские методы по отношению к местному населению и пленным. Эту землю они хотели германизировать, а крымчан обратить в рабство или уничтожить. Новая выставка «Севастополь. Город русской славы» в выставочном павильоне «Оружие подвига» рассказывает, как советские войска противостояли этому бесчеловечному замыслу, как боролся Севастополь, как жил город в оккупации, как он был освобожден 9 мая 1944 года. Каждый раз Севастополь показывал и доказывал свое первое название. Название берется из греческого языка «Священный город». Город, который охраняется Богом. Город, который всегда будет стоять, стоял и будет стоять на защите нашего государства. Помимо стендов, рассказывающих об освобождении Севастополя, на выставке представлены форменная одежда моряков и военных летчиков, макеты кораблей, атрибутика морфлота, значки, открытки, конверты и марки, в том числе редкие, времен Великой Отечественной войны. Здесь представлен редкий конверт, он разрезан, отправлен из военно-морской базы морская почта Кронштадта в военно-морскую базу Керч, штемпель. А обратный адрес – главное политическое управление военно-морского флота в Ульяновске, которое находилось в годы Великой Отечественной войны. На церемонии открытия состоялось торжественное гашение конверта, посвященного 31-му арсеналу ВМФ России. В годы Великой Отечественной войны там базировалась Волжская военная флотилия, которая оказала неоценимую помощь в освобождении Севастополя. Конверт погасили штемпелем «Ульяновск, город трудовой доблести» и передали в фонд Ленинского мемориала. В основу экспозиции легли материалы, предоставленные Музеем Победы, Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Российским государственным архивом кинофотодокументов.